Привет, это канал Let's Code, меня зовут Андрей. Разбираемся с конфигурацией Gita. У Gita может быть три конфигурационных файла. Первый находится etc.git.config Но у меня его нет. Это файл, который конфигурирует всю систему в целом. То есть, если на одном машине работает несколько пользователей, они будут применяться ко всем. Конфигурация будет применяться ко всем пользователям. Второй уровень – это домашняя директория пользователя. И файл называется git.config Здесь хранится какая-то система. То есть, когда вы устанавливаете гид с нуля и пытаетесь сделать первый коммит, он вас спрашивает. Пожалуйста, установите. То есть, введите вот такую команду. Это глобальный конфиг. Предыдущий вот этот был системный. То есть, точно так же два слэша в систем. git.config.global.user.name И здесь мы пишем, допустим, Andrew. И второй – git.config.global.user.email. Здесь пишем, допустим, Теперь смотрим git.config.list.global. И здесь видим конфигурацию, заданную нами для глобального конфига, который мы только что внесли. Также мы можем запросить здесь системный. Но его нет, естественно. И локальный. Мы сейчас находимся в репозитории git.init И смотрим локальный конфиг. Видим, что он у нас немножечко отличается. Здесь Андрей через Y, здесь Андрей через Daboy. Емейл одинаковый. Ну, теперь поменяем, допустим, локальный почтовый ящик. Я не хочу, допустим, чтобы он у меня совпадал с глобальным здесь. Я пишу local. И записываю здесь, допустим, дарю. Проверяем локальный конфиг. Отлично, все, имейл заменен. То есть, собственно, мы можем комбинировать, смотреть общий конфиг. Будет это git.config.list. Он покажет все конфигурации, которые есть. Мы видим здесь и глобальный, и локальный. По факту будет использоваться именно локальная конфигурация, которая находится ниже. То есть, если у вас определен нейм, юзернейм на системном уровне и на глобальном, то будет использоваться глобальный. Если у вас определен локальный, то он перетрет два предыдущих конфига. Так они могут повторяться, в принципе, везде. Далее про вот эти вот две вещи мы с вами еще поговорим. Это будет отдельное видео про настройку удаленных репозиториев. Удаленных не в смысле вытянутых, а в смысле находящихся удаленно. Color UI true. Когда мы выбираем git статус, у нас отображаются наши изменения в файлах. Git статус. И вот они как раз подсвечены каким-либо цветом. Либо когда мы делаем git last, то есть git log на самом деле, last это, насколько помните, это мой шаткат. Если не помните, потому что посмотреть в первом видео, как мы его устанавливали. И что у нас здесь? Цвета присутствуют. Ну вот, как раз эти цвета и включаются вот этой конфигурацией. Так, очистим экран. Делаем git config list. И видим, что у нас подсветка включена. Включена она у нас на локальном уровне. Да, то есть мы можем ее создать. Да, содержимое этих файлов, собственно, можно посмотреть и вот так. Иногда это может быть даже короче, но лучше все-таки смотреть через лист. Хотя тогда, спорно нагляднее. Да, у нас здесь задана подсветка. Допустим, мы сейчас зададим config global.color.ui.tron И на локальном уровне можно не указывать никакой ключ. Это будет как раз локальный настройок. Мы поставим его в false. И теперь, если сделать, допустим, last 10, они у нас будут черно-белыми. Потому что мы на локальном уровне перетерли эту настройку. Вот она у нас в false. Так. Вернем. С некрасившим. Так, что еще интересного мы можем здесь совершить? Мы можем установить, допустим, template для коммитов. То есть, когда мы делаем коммит, у нас используется сообщение, которое мы пишем после ключа M. Но мы можем ничего же не указывать. Мы можем просто делать коммит, и тогда у нас открывается редактор, в котором у нас ничего не написано. Выходим. Так, коммит у нас не совершился, потому что мы на сочнее указали. Вот. И вот тот редактор, который не использовался, использовался, по-моему, это nano, но он мне не нравится, в общем. И месседж пустой мне, как бы, тоже не устраивает. Мы можем поменять и редактор, и коммит месседж. Допустим, делаем в домашней директории пользователя какой-нибудь коммит темплейт. Пускай он будет называться comtemp txt и пишем в нем такой месседж. at description description и в начале, допустим, поставим, что у нас здесь требуется тикет. вот такой мы определили темплейт для нашей команды. Теперь делаем git config commit template и указываем здесь comtemp вот он развернул у меня домашнюю директорию. так теперь, если мы сделаем git commit у нас открывается редактор, и мы видим здесь вот наш, пожалуйста, commit template который мы задавали. Здесь мы уже с чистой совестью можем поставить номер тикета и написать какой-то description, да. выходим за редактором, делаем ls2 и вот видим, что у нас some description здесь применился, да. идем дальше. все еще у нас не устраивает редактор, да. поэтому мы делаем git config укажем, что на глобальном уровне мы хотим поменять редактор, и здесь ставим core editor v так, проверим git config global global list так, это у нас установлен здесь, теперь поменяем опять файл сделаем git add и делаем опять git commit и, у чуда, у нас уже открывается не тот nano, который нам не нравился, а тот редактор, который мы, собственно, указали. опять же указываем какой-то ticket и добавляем и добавляем message message смотрим да, вот у нас some another description то есть мы поменяли редактор, мы установили какой-то template и последняя очередь, но не последняя по значению, офигительная штука, такая как aliases очищаем экран насколько вы помните, в первом видео, где мы устанавливали git, мы настраивали такую команду как last которая нам позволяла позволяет выводить такие сокращенные коротко выводить красивый граф можно было можно было не париться с башем ну, мне просто так удобнее не писать git, а писать last можно было сделать таким вариантом, что у git могут быть свои шоткаты которые они также могут быть системными глобальными либо локальными и здесь мы допустим пишем git last git config так и сюда помещаем и сюда помещаем то, что у нас там используется git log онлайн craft decorate и еще добавим две черточки для того, чтобы можно было ограничивать что я сделал и я зачем-то забросил так list look онлайн граф decorate еще два вечера так теперь, когда мы выбираем git last мы видим, что он отрабатывает точно так же, как наш last также мы можем записывать в aliases совершенно любые внешние команды допустим, вот сейчас делаю совершенно ненужную команду ps да мы вложим сюда ps обязательно начинать такой aliases с восклицательного знака то есть перед командами внешними которые не являются внутренним командами нам надо поставить восклицательный знак и добавим здесь допустим a и теперь если мы сделаем git ps процесс он нам покажет список процессов которые вот у нас в системе сейчас запущены на этом все пишите свои комментарии задавайте вопросы на все вопросы я обязательно отвечаю возможно даже снимаю видео подписывайтесь ставьте лайки больше лайков больше подписок больше видео всем спасибо всем пока спасибо 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 спасибо